Поддержка программы «Особое мнение. Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.08 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». Я, Анна Лапшина, приветствую наших слушателей и говорю здравствуйте нашему гостю, юристу Яну Чеботарёву, который уже в нашей студии. Ян Евгеньевич, добрый день. Добрый день. Ну, вообще, я, если честно, планировала начать немножко с другой темы. С проверки торговых центров. Но к этой теме мы обратимся, поскольку у нас на сайте хакирова.ру сразу четыре вопроса к гостю. Наверное, всё-таки уважим наших слушателей и с вопросов начнём. Слушатель Николай спрашивает вас, как вы оцениваете шансы Никиты Юрьевича Белых на оправдание в апелляционной инстанции. Напомню всем, кто, может быть, не в курсе. 27 апреля Мосгорсуд рассматривает апелляцию адвокатов Никиты Юрьевича на приговор, который был ему вынесен. Напомню, Никиту Белых приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Штрафу в 48, по-моему, с половиной миллионов рублей за получение взятки в 400 тысяч рублей. А, в 400 тысяч евро, прошу прощения, да. Шансы, на мой взгляд, безусловно, есть, и они абсолютно немаленькие, составляют ровно 50%. 50 на 50? Либо оправдают, либо нет. Хотя, конечно, это с натяжкой большой. На мой взгляд, шансы минимальные по большому счёту. Суд апелляционной инстанции очень редко изменяет приговоры столь кардинальным образом вместо обвинительного, вынося оправдательный вердикт. Как бы не было печально, я думаю, что пройдёт какое-то время, и 27-го, может быть, 28-го числа мы услышим вердикт суда второй инстанции, оставляющий фактически решение суда первой инстанции без изменения, к сожалению. То есть на оправдание рассчитывать не приходится, и по вашим прогнозам не приходится рассчитывать и на какое-то смягчение наказания? В части смягчения наказания Никите Юрьевичу назначен приговор в виде лишения свободы на тот срок, который считается абсолютно средним. Восемь лет – это, конечно, срок немаленький, но если мы посмотрим на резонансные, похожие дела по министру Улюкаеву, например, мы увидим о том, что приговор фактически представляет из себя кальку с одного и просто перенесено на другого. Поэтому я считаю, что и по Улюкаеву, кстати, приговор вступил в законную силу, апелляционная жалоба была отклонена. Я считаю, что, наверное, и в деле Никиты Юрьевича Белых традиция сохранится. Так, подождите, Ян Евгеньевич, поясните, пожалуйста, вы говорите, что Улюкаеву приговор вступил в законную силу. Это сейчас апелляция в Мосгорсуде. То есть условно там главный суд Москвы, напомню, что был Пресненский суд, изначально суд второй инстанции. Адвокаты и супруга Никиты Белых, Екатерина Белых говорили о том, что они на оправдание и смягчение наказания в Мосгорсуде особенно не рассчитывают. И заявляли о намерении их пойти до Верховного суда. Вот этот поход после Мосгорсуда до Верховного суда, в это время приговор уже считается вступившим в силу, да? Или нет? После того, как Мосгорсуд рассмотрит апелляционные жалобы Никиты Юрьевича и его защиты, приговор будет считаться вступившим в законную силу. У адвокатов и у самого осужденного, безусловно, сохранится еще возможность обращаться в суды кассационной инстанции, в суды надзорной инстанции. Но, тем не менее, приговор уже будет приводиться в исполнение. То есть будет решаться вопрос об этапировании Никиты Юрьевича Белых к месту отбывания наказания, то есть в исправительную колонию строгого режима, которая ему определена в соответствии с приговором Пресненского суда. Хорошо. Еще такой вопрос. Я понимаю, что вам, наверное, сложно будет на него ответить, но, тем не менее, учитывая, что Никита Юрьевич имел доступ к государственной тайне, можем ли мы говорить, что это будет какая-то особенная колония? Есть у нас колонии для государственных служащих? И если да, то где они находятся? То есть Московская область, Тульская область, что-то поближе к Москве? Или Кировская область, как предполагалось, возможно? Отдельных колоний для государственных служащих не существует. Есть ряд специализированных исправительных учреждений, предназначенных для отбывания наказания иностранными гражданами. Это в Республике Мордовия колонии общего и строгого режима. Они чем-то отличаются от обычных колоний строгого режима? Ничем они не отличаются от обычных колоний строгого режима. Там нет каких-то дополнительно комфортабельных условий, там нет Wi-Fi, нет интернета, нет ресторанов и прочее, прочее. Значит, режим там обычно гораздо строже, чем в обыкновенных исправительных учреждениях. Есть также колонии специально предназначены для отбывания наказания осужденными бывшими работниками правоохранительных органов прокуратуры и суда, так называемые колонии ИБС. Самые известные из них это ИК-11 в Нижнем Тагиле. Есть такие учреждения в Кировской области, в городе Киров-Чепецке ИК-5, есть в поселке Лесном Кировской области, есть Верхнекамский район, по-моему, да? Да, да, значит, есть в Рязанской области, в Тульской, в Коми-Республике, в Свердловск, в общем, много достаточно, много достаточно, но туда отправляются осужденные, которые не просто когда-то имели какой-то доступ к государственной тайне, такого критерия нету, значит, а проходящие или проходившие службу в правоохранительных органах. Это делается в связи с чем? Сотрудник, который ранее проходил службу и по занимаемой должности боролся с преступностью, не может отбывать наказание в условиях, которые не исключают его возможного пересечения с теми гражданами, которых, например, он прежде арестовывал. Это в целях его безопасности делается? Безусловно, прежде всего, в целях его личной безопасности. Допуск или не допуск к государственной тайне, критериям отправления человека в определенное исправительное учреждение никоим образом не является. В отношении Никиты Юрьевича, я думаю, будет действовать прямая норма уголовно-исполнительного кодекса, предписывающая отправлять человека для отбывания наказания в исправительное учреждение, расположенное в пределах территории субъекта Российской Федерации, где он проживал до его осуждения. То есть в Кировской области? Я не знаю, был ли Никита Юрьевич зарегистрирован официальным образом на территории Кировской области. Заявлялось об этом, по крайней мере. Если он был зарегистрирован на территории Кировской области, имел прописку на территории Кировской области, тогда, соответственно, в силу указанного закона он должен был помещен в исправительное учреждение, расположенное на территории Кировской области. Но мы понимаем, что прописка в Кировской области у него была по долгу служба, что называется, по месту работы Закон в этой части исключения не делает. Если человек на момент осуждения был зарегистрирован на территории Ханты-Мансийского автономного округа и был осужден, он проживал там на момент осуждения, закон предписывает определять ему исправительную колонию, расположенную максимально близко к этому месту для удобства его посещения родственниками, например, ресоциализации в последующем. Понятно, что осужденный, отправленный на территорию, например, Кировской области, в тот же Никита Юрьевич Белых, например, может ходатайствовать его в своем переводе ближе к семье. К Московской области. Это заявление будет рассматриваться в установленном порядке, но, естественно, что здесь велика доля усмотрения руководства в СИН, которое может согласиться с предложениями осужденного, может точно так же их мотивировано и отвергнуть. То есть на Мосгорсуд вы в плане изменения приговора не рассчитываете, а в дальнейших инстанциях российских что-то может случиться или нет? Случится может все, что угодно, но, на мой взгляд, приговоры в отношении министров, в отношении губернаторов согласуются еще до того, как они будут произнесены вслух. — Какие-то вы страшные вещи, Ян Евгеньевич, говорите. У нас всегда Владимир Владимирович, если вы на него намекаете, Путин, говорит о том, что он дела сюда не вмешивается. — Владимир Владимирович Путин? — Или это не он согласует? — Владимир Владимирович Путин человек крайне умный, и более того, он умелый управленец, и благодаря его таланту была выстроена такая система, которая не нуждается в ручном управлении, которая... — А то есть сами все понимают? — Да. — С полунамека и полуподмигивания? — Колеса правосудия вращаются медленно, но неотвратимо. Соответственно, если система начала работать, она будет продолжать работать какое-то время. Абсолютно нормально, что суди районных судов советуются по каким-то сложным, важным делам с судьями судов вышестоящей инстанции. Такие совещания проводятся, и их наличие не секрет. И оставаясь независимым, судья в любом случае понимает, в каком направлении ему следует двигаться, и какой приговор является, по мнению системы судебной, в данном случае уместным. Поэтому я не рассчитываю, что приговор, который выносил Пресненский районный суд, будет каким-то образом существенно изменен, смягчен любыми судами Российской Федерации. — Я вот помню, по приговору Улюкаеву потом была, по-моему, апелляция, и по итогам этой апелляции все писали о том, что приговор смягчили. Когда ты заходил непосредственно в новость, чтобы узнать, что же произошло, говорилось о том, что Улюкаеву после отбытия наказания оказывается разрешено сразу же занимать государственные должности. Учитывая, что человеку, по-моему, 70 или сколько ему, вот за 70 или под 70 лет, да, с его приговором, это, конечно, выглядит больше издевкой, чем действительно реальным смягчением наказания. Ян Чеботарев, юрист в нашем эфире. У нас небольшой перерыв. Через полминуты вернемся в студию. Особое мнение на 101FM Ян Чеботарев, в нашей студии мы продолжаем выслушивать его особое мнение про Никиту Белых. Будем договаривать еще или мы все сказали? Ну, наверное, с точки зрения грядущей перспективы апелляционного обжалования, наверное, сказали все. Можно единственное пожелать и Никите Юрьевичу, и его семье, и близким терпения и здоровья, прежде всего. Здоровье, особенно родителям, как мне кажется, не помешает, но и самому Никите Юрьевичу тоже. Хорошо, переходим к следующим темам. Алексей Малыгин спрашивает вас, пользуетесь ли вы Телеграмом и что думаете по поводу блокировки, вернее, попытки блокировки. Я напомню, со вчерашнего дня по решению Роскомнадзора у нас в стране пытаются заблокировать мессенджер Телеграм. Телеграм по-прежнему работает, по крайней мере, у большинства моих знакомых, кто им пользуется. При этом с проблемами столкнулось множество других сайтов, в том числе крупных компаний. Вчера я видела информацию о том, что вроде бы даже Сбербанк, Пятерочка, Мастеркард, ну то есть вот компании, которых не заподозришь никак в антигосударственной какой-то позиции. Я наблюдаю за подобного рода потугами Роскомнадзора всегда с изрядной долей иронии. Почему? Ну, во-первых, Телеграмом я пользуюсь, продолжаю пользоваться с смартфона и никаких неудобств я пока не заметил. А можно об этом говорить? Вот вы сейчас говорите, что вы пользуетесь Телеграмом. Не запрещено еще пока, нет? Слава Богу, действующее законодательство Российской Федерации не предусматривает никакой ответственности для конечного пользователя. Более того, многие блогеры, многие пользователи сети интернет откровенно смеются и даже благодарят Роскомнадзор за подобного рода действия. Почему? Потому что считают, что такими действиями Роскомнадзор государства фактически увеличивает степень компьютерной грамотности нашего населения. Волей-неволей человек должен учиться работать в сети интернет и узнавать, что такое прокси-сервера, что такое анонимайзеры, для чего предназначена сеть ТОР, например, и как обойти те блогировки, которые Роскомнадзор пытается ввести. Вот сейчас они научатся пользоваться в части Телеграма, а потом начнут шастать на всякие другие запрещенные Роскомнадзором сайты. Ну и разве это плохо? Изначально лично мое мнение сводится к следующему. Я, может быть, не такой активный пользователь сети интернет, но я не встречал на просторах сети какой-то информации, которая была бы объективно вредна, к чему-то призывала, разжигала и прочее. Ну периодически Владимир Шабардин, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области, рассказывает нам про какие-то вещи, которые мешают, ну нет, не мешают, так скажем, создают опасную какую-то ситуацию для детей и подростков. Это чаще страницы ВКонтакте, ну да, мы понимаем вот эти группы, где обсуждаются возможные, там, не знаю, попытки самоубийства и прочее. То есть это понятно, вот, ну, обычному пользователю мне понятно. Такие вещи, конечно, надо блокировать. А блокировка Телеграма мне, честно говоря, не очень понятно. Ну, абсолютно. Это из серии, что если у человека есть две руки, он может каким-то образом их использовать для противоправных действий. То же самое в данном случае. Если достаточно аргументированно тот же Телеграм объясняет, что исходя из конструкции данного мессенджера, сами его создатели даже при большом желании не смогут представить уполномоченным государственным органам вот эти пресловутые ключи шифрования, потому что они их просто не знают, ну, государство, на мой взгляд, должно с этим смириться. С таким же успехом мы с вами можем в настоящем договориться и в своих совершенно открытых сообщениях использовать, например, шифру верному, с тем, чтобы уважаемые господа из заинтересованных служб попытались как-то наши сообщения прочитать, что даже теоретически невозможно. Я сейчас вспоминаю рассказ Кунан Дуэля, я забыла, как он называется, по-моему, «Пляшущие человечки», да, где вот был изобретен двумя влюбленными шифр. Это самый простой шифр, подстановочный, который очень нестойк к криптоанализу. Его взломают, его сразу же проанализируют и поймут. Очень легко. Перспективы, какие вы видите у всей этой истории, чем закончится? Вы знаете, я полагаю о том, что после некоторых попыток как-то осложнить пользователям использование телеграммы, государство все-таки поймет, что это невозможно в силу трансграничности и фактической неподконтрольности никому такого явления, как сеть интернет вообще. Чем это явление интересно для пользователей, тем, что никто пока не научился и не может контролировать всю сеть целиком. Хотя опасения высказываются. Ну, это очень тяжело на самом деле. Это если только исповедовать какую-то теорию глобального вселенского заговора, что есть какое-то теневое правительство, которое контролирует все и прочее, но это уже что-то с родней шизофрении. Отключить весь интернет, ну, не получится, мы слишком все интегрированы в эту систему. Опять же, крупные компании. И крупные компании, и каждый любой пользователь. Жизнь замрет в России. Да, конечно. И телевидение, и радиовещание, и средства массовой информации, и обычная какая-то несекретная переписка граждан, и соцсети, банки. Банки, да. Весь мир остановится фактически. Ну, не можем же мы все из-за какой-то такой непонятной гипотетической угрозы, абсолютно невнятно высказанной, всем миром отправляться назад в каменный век, например. В общем, посмотрит, посмотрит государство на то, что блокировка не работает, и что, и разведет руками. Разведет руками и глубоко выдохнет, представив, собственно говоря, телеграмму «Жить и существовать», а гражданам продолжать им пользоваться. А будут гражданам что-то говорить, увы, мы не справились, увы, у нас не получилось? А как это будет обставлено? Простите, что я вас заставляю думать за Роскомнадзор. Тема не страшна. Тема просто потихонечку-потихонечку сойдет на нет. Существует, на мой взгляд, какой-то невысказанный общественный договор, вот раньше существовал, применительно к Роскомнадзору. Роскомнадзор регулярно блокировал те сайты, источники информации, которые он по каким-то причинам считал предосудительными и подлежащими блокированию. Но в то же время все, кто хотел получать эту информацию, имели такую возможность получать доступ к этим сайтам. С помощью абсолютной массы любых программ, которые абсолютно свободно распространяются в сети интернета. Для этого даже какая-то специальная программа не нужна. То есть, на мой взгляд, просто какая-то непонятная попытка добиться своего, показать, кто в доме главный, может быть, где-то непродуманная до конца попытка устроить какую-то публичную порку очередного известного предпринимателя, кончится ничем. И, на мой взгляд, российскому это государству подобного рода публичное унижение, но никоим образом не надо. Ну, хорошо. Подождем, что будет, посмотрим. Я-то надеюсь, что вы окажетесь правы. Я тоже надеюсь, потому что лично меня будет абсолютно греть победа нормальной кампании обыкновенного человека, оборотистого и достаточно умного над неуклюжими попытками государства. Яна Чеботарев, юрист, в нашем эфире высказывает свое особое мнение. У нас три минуты до перерыва. Я думаю, что мы все-таки приступим к следующей нашей теме. Проверки торговых центров, с которых я хотела начать, но, к сожалению, подвела меня прокуратура, Яна Евгеньевич. Прокуратура сегодня должна была провести пресс-конференцию по итогам проверок торговых центров. Однако, однако, вчера на сайте появилось сообщение о том, что в связи с поручением Генеральной прокуратуры Российской Федерации о проведении дополнительных проверочных мероприятий пресс-конференция переносится. На какую дату, на какое время будет сообщено дополнительно. Но я так понимаю, что проверки идут, и какая-то промежуточная информация все-таки в СМИ поступает. В частности, о том, что проверили в Кировской области порядка ста торговых центров, и только в 11 из них вынесли вердикт, условно говоря, что они полностью соответствуют требованиям безопасности. Те торговые центры, которые не соответствуют, пока не называются. Партия ЛДПР, отделение региональной этой партии, собирается провести в Кирове пикет с требованием назвать самые опасные центры и, видимо, их закрыть. У нас пока о закрытии ничего не говорится, но, тем не менее, я знаю, что в некоторых регионах России, в частности, в Томской области, например, уже закрыты 6 торговых центров и один, по-моему, дворец культуры и спорта. Вот так. Когда нам ждать активности в этом направлении, и что вы вообще думаете по этому поводу? 28 марта сего года правительство Российской Федерации фактически своим постановлением обязало МЧС провести внеочередные внеплановые проверки торгово-развлекательных, торговых центров, иных каких-то зданий, строений, сооружений, предназначенных для одновременного пребывания большого количества людей. То есть это не только торговые центры, это вообще многие объекты, в том числе культурные какие-то? Культурные, развлекательные, спортивные, какие угодно. То есть любой, который предусматривает единомометное нахождение там достаточно большого количества граждан, подлежит проверке. Соответственно, и позиция Генеральной прокуратуры состоит именно в том, что да, они безусловно походили с сотрудниками МЧС по торговым центрам, где-то с помощью компетентных специалистов составили какое-то мнение о степени безопасности таких торговых центров. Однако до каких-то репрессивных мер, я думаю, будут проведены еще и отдельные специализированные проверки МЧС. Может быть, для той цели, чтобы понять, насколько активно реагируют собственники и управленцы торговых центров на те замечания и те предложения, которые были высказаны в результате вот этой внеплановой проверки прокуратуры. Вот сейчас, Ян Евгеньевич, мы прервемся на небольшую рекламу и после этого к теме вернемся. Я вас спрошу, насколько активно все-таки собственники, владельцы и руководители реагируют. Продолжаем с юристом Яном Чеботаревым говорить про торговые центры и про реакцию собственников, владельцев, руководителей этих объектов на проверки, которые прошли и которые еще будут, как я понимаю. Вы говорите о том, что началась уже эта реакция, что люди заинтересованы в том, чтобы как-то решить проблему, чтобы как-то устранить неисправность. Это же нормальный бизнес, безусловно, люди, которые зарабатывают на этом бизнесе деньги, они заинтересованы в том, чтобы этот бизнес продолжался. И никоим образом не горели здания торговых центров, не гибли люди. Это не дай бог, конечно. Ну, естественно. Тем более, что наше государство с энергией, достойной лучшего применения, репрессирует в данном случае всех. И виновных, и невиновных. И кто мимо проходил, и кто плохо тушил, и кто плохо строил, и кто плохо управлял. И на кнопку не нажал. Вот тот же Кемерово, это яркий пример, там, по-моему, арестовали всех, начиная от какого-то бедного, несчастного пожарного, который неэффективно тушил здание. Не туда ушел, не туда бригада ушла. И кончая последним электриком, который работал в этом торговом центре. Но при этом каких-то более высоких лиц не затронуло, по-моему, все это. Ну, пока. Дальше посмотрим. По тем проверкам, которые прошли уже сейчас, безусловно, все собственники, все управленцы, которых знаю я, лихорадочно в настоящий момент предпринимают усилия для того, чтобы устранить все отмеченные нарушения. Обращались за консультациями, да? Обращались за консультациями. Я знаю о том, что существует откровенный дефицит на рынке труда в настоящий момент в городе Кирове. Требуются и специалисты в области пожарной безопасности, и нормальные, обыкновенные рабочие строители для того, чтобы что-то переделать, что-то исправить. На мой взгляд, пиариться на подобного рода проверках в настоящий момент будут достаточно многие. Смешно и неправильно усматривать в тех нарушениях, которые будут выявлены и уже выявлены, какой-то злой умысел. Прежде всего, почему? Вот говорилось о том, что только один торговый центр в городе Кирове вроде бы всему соответствует. Я могу даже сейчас объяснить, почему это происходит и будет происходить дальше. То есть, говорилось, насколько я помню, про Леруа Мерлен. Мы можем называть торговые центры в нашем эфире, да? Пожалуйста. Это моноцентр. Там нет арендаторов Леруа Мерлен. Согласна с этим. Он одноэтажный. Он одноэтажный. Там один хозяин, один управленец. Там возможно и легко контролировать соблюдение всех норм. Вот пример самый простой. Если собственник торгового центра приглашает арендатора, арендатор арендует какой-то отдел. Сам по себе собственник не может в этом отделе у арендатора устраивать ежеминутный, ежевечерний обыск. Насколько правильно он содержит данный отдел, все ли там всему соответствует, не разжигает ли он там костры, не пользуется ли кипятильниками, к примеру. Для органов прокуратуры, для органов МЧС разбираться с каждым конкретным арендатором весьма накладно и неудобно. Но мы понимаем, что вот эти торговые центры, про которые вы сейчас говорите, да, где много арендаторов, один владелец, много арендаторов, их большинство в Кирове. Безусловно, так их по всей России большинство. Соответственно, приходит такая проверка в торговый центр, идет по отделам, смотрит, ага, вот в этом отделчике, например, валяется... Огнетушитель стоит не там. Ну, огнетушитель стоит не там. Валяются две картонные коробки из-под обуви. А вот здесь арендаторы с тем, чтобы максимально эффективно использовать какую-то торговую площадь, слишком близко расставили между собой стоечки для одежды, например, заузили эвакуационный проход, к примеру. А вот здесь они перевесили светильник и повесили его неправильно. Неудобно работать с каждым арендатором нашим органом. Они берут владельца, хозяина, собственника торгового центра и фактически все беды, все огрехи арендаторов торгового центра вешают просто банально на этого собственника. Никто никоим образом не снимает ответственности собственника за исправность инженерных систем зданий, которым арендаторы никакого отношения не имеют. Например, там система автоматического пожара, тушения, порошкового, водяного, какого угодно. Системы приточно-вытяжной вентиляции, противопожарные входы, выходы, двери и прочие вещи. Но я сколько видел подобного рода актов проверок, помимо каких-то замечаний именно глобального характера в части, например, эффективности, работоспособности, инженерных коммуникаций, вот этих общих систем пожаротушения и предупреждения пожара. Ведь очень много нарушений и совершенно мелких, которые как раз никакого прямого касательства к действиям собственников просто не имеют. Здесь я бы, конечно, очень хотел, чтобы, невзирая на ту массовую истерию, которая прокатилась по всей стране в связи с гибелью большого количества людей и детей в Кемерово, это безусловно прискорбно, тем не менее, все-таки хотелось бы, чтобы наши государственные органы более спокойно относились к данным проверкам и более тщательно и более внимательно определяли виновных лиц, не искали для себя легких путей. Ян Евгеньевич, а вам не кажется, что спущена сверху может быть некая инструкция, декларация и прочее по тому, сколько в каждом регионе должно быть выявлено нарушений и закрыто торговых центров? Не думаю я, что до такой степени детально разрабатываются какие-то инструкции. Опять же, любая система управления организуется сама по себе с течением времени. Система прокурорского контроля, система органов МЧС, вся система государственного управления в настоящий момент будет работать на то, чтобы в случае чего никто никогда не подумал, что работали плохо. Безусловно. Подстрахует себя система, да? То есть будут каждый сотрудник, каждый чиновник будет себя подстраховывать, может быть, где-то излишней ретивостью. Никому не хочется брать на себя ответственность в принятии решений. Поэтому я, как юрист, прогнозирую, что в суды посыплются иски о приостановлении деятельности, административное производство с тем, чтобы специально уполномоченные государством люди в виде судей принимали решения. В конце концов, это как раз их святой долг принимать решения и разрешать, кто прав, кто нет. Если суд скажет о том, что те нарушения, которые имеют место быть, устранены, либо они не столь существенны для того, чтобы закрывать какие-то торговые центры, значит, никто из проверяющих никакой ответственности нести не будет. Всегда можно сказать, что это решение принял уважаемый суд. Точно так же может думать и уважаемый суд о том, что если сейчас настоящий момент, он, повинуясь собственному пониманию ситуации, где-то пойдет навстречу бизнесу и будет недостаточно кровожаден и беспощаден, упаси бог в случае что, его могут попытаться сделать крайним. Никому не нравится быть крайним. Поэтому он будет кровожаден и беспощаден. Вот не хотелось бы, чтобы это произошло. Но очень часто... Но вероятность есть. Ну, мы же живем в России, мы помним, что происходило после пожара в хромой лошади. У нас, к сожалению, подобная рода ситуация повторяется раз от раза. Другой вопрос о том, что после того, как эта кампания какая-то пройдет, все потихонечку сходит на нет. Почему так происходит, да черт его знает. И на мой взгляд, как раз основные усилия государства должны быть в настоящем сосредоточены не на том, чтобы бороться с какими-то стрелочниками, которые, не знаю, мусорят на уличных площадках, в торговых центрах, а перестраивать систему управления, которая бы не просто карала постфактум кого-то, выискивая виновных, а предупреждала возможность наступления подобного рода последствий и была объективна. Очень бы хотелось, чтобы в результате взаимодействия и власти, и бизнеса обе стороны стремились к тому, чтобы действительно не допустить повторения той трагедии, которая произошла в Кемерово. Хорошо. Будем рассчитывать на то, что так случится. Правда, я боюсь, что случится это очень и очень нескоро. Три минуты, даже две у нас остается до конца эфира. Есть еще одна тема, которую я хотела с вами обсудить. Точнее, тему две я вам на выбор предложу. Рост цен на авиабилеты в связи с курсом, с ростом валюты, да, и возможный запрет поступления в Россию американских и прочих лекарств. Про лекарства давайте. Про лекарства давайте, про лекарства. Ну вот, смотрите, Володин накануне спикер Госдумы сказал, что россиянам беспокоиться не о чем. США импортируют к нам сюда более тысячи наименований лекарств. 90 из них не имеют аналогов. Они в Россию будут по-прежнему поставляться. А в остальном есть аналоги, и все будет хорошо. Вы что думаете? Вот эту бы энергию, да, в мирных целях использовать. Я сам знаю нескольких человек в городе Кирове, которые умерли из-за того, что они не смогли вовремя получить необходимое лечение. Ян Евгеньевич, простите, пожалуйста. Я знаю о том, что... Так, давайте мы... Это неправда. Граждане Российской Федерации теоретически имеют возможность получать любые медикаменты. Но, к сожалению, в связи с бюрократическими препонами очень часто эти медикаменты получают уже, простите, наследники этих граждан. И в последующем эти медикаменты просто получаются и сдаются назад. Потому что сам гражданин, простите, не доживает до того момента, когда он может этим лекарством воспользоваться. Я знаю массу случаев, когда люди нелегально возят лекарства, опасаясь быть подвергнуты уголовному преследованию за несанкционированный ввоз контрабандных сильнодействующих препаратов. Просто потому, что у них другого варианта нет. Если мы посмотрим, сколько стоят, например, хорошо работающие лекарства для лечения онкологии, мы увидим о том, что это стоимость за курс хорошей трехкомнатной квартиры. Причем не в городе Кирове даже. Там цены за ампулу исчисляются сотнями тысяч, иногда даже миллионами рублей. И бизнес сам по себе крайне интересен. И на этом бизнесе по перепродаже, по распределению этих лекарств крутится очень много людей нечистоплотных. На мой взгляд, как раз недостаточная обеспеченность граждан Российской Федерации высокоэффективными медикаментами. Речь не идет, простите, о каких-то простейших антибиотиках либо ацетилсалициловой кислоте, которой, слава богу, у нас пока хватает. А вот уникальные вещи в Российской Федерации зачастую не производятся, а только лишь импортируются. И государство могло бы найти более важные точки, на которые могло бы оказать влияние, вместо того, чтобы отбирать последнюю надежду собственных граждан. Яна Евгеньевич, я понимаю, тяжелая такая тема, но вот смотрите, вызвала она уже негативную, резко негативную реакцию. Именно вот это, в части запрета ввоз лекарств, и со стороны благотворительных фондов, и со стороны многих медиков, в том числе с именем. Говорилось об этом публично, заявлялось об этом публично. Тем не менее, тему продолжают будировать, в том числе в Государственной Думе. Вы думаете, они все-таки примут это решение или нет? Да черт его знает, у нас, извините, в последнее время слишком часто решения важные принимаются в угоду не интересам граждан, а сугубо каким-то политическим идеям. Дружим с Соединенными Штатами, разрешаем детей усыновлять. Не дружим, запретим интересы детей по боку. Главное, простите, чтобы Российская Федерация воспринималась как сильное независимое государство. А сколько при этом, простите, граждан скончается, умрет и погибнет, это дело второе. В случае, если все-таки будет принято это решение, возможности его где-то обжаловать, включая какие-то суды международные, будет у российских граждан или нет? Ну, да, безусловно. Могут Россию обязать? К сожалению, обязать Российскую Федерацию в настоящий момент не может никто. У нас есть возможность обращаться в Европейский суд по правам человека, но мы знаем о том, что эти решения запросто могут не исполняться. призывать мировое сообщество к введению дополнительных санкций против Российской Федерации, ну, тоже не вариант и не выход. Мы видим, чем это заканчивается для граждан России, к сожалению. Яна Чеботарев, юрист, был в нашем эфире, высказывал свое особое мнение. Я, Анна Лапшина, с вами прощаюсь. До свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM